Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. И сегодня у нас необыкновенные ролики. Мы будем сравнивать квартиры для покупки с целью получения пассивного дохода, с целью именно сдачи в аренду. Это немножко новый, как всегда, формат. И я жду от вас обратной связи по вот такому формату. Вы мне подскажете, интересно это или нет. То есть мы сравнивать будем не просто купил, а как это будет сдаваться. Вот это самое главное. Начнем мы с обзора той квартиры, которую я уже вам показывала в каком-то из моих роликов. Она, кстати, до сих пор не продана, потому что было лето, потому что в сезон квартиры очень хорошо сдаются. И скажу сразу, то есть по этой квартире цифр у меня нет. Но относительно тех пяти квартир, которые я сдавала этим летом и результаты которых я показывала в последнем брифинге за 5 число, за 5 октября, вы вместе со мной можете видеть ее потенциал. И мне непонятно, почему она до сих пор не продана, эта квартира. То есть может быть ее мало показывают, может быть... В общем, для меня это остается секретом, потому что по тем суммам, по тем ценам, по которым она продается, это очень интересный инвестиционный инструмент. Итак, смотрим. Большая урбанизация. Обратите внимание на вид. То есть море видно вот прям совсем. Квартира, сразу скажу, односпальная. Ремонт был произведен в квартире не так давно. То есть это не старая сантехника, еще до исторических времен, как вы видите. То есть здесь есть и биде, и унитаз. То есть если вы эту квартиру уже в каком-то моем ролике видели, то не сочтите. То есть кто-то не видел, может еще раз посмотреть. Квартира продается с мебелью, но здесь самое главное в этой квартире, конечно, не то, чем она оснащена, как она организована. То есть большая спальня. То есть, да, это односпальник с хорошей кроватью, да, то есть с нормальной мебелью для сдачи. То есть вам не нужно будет ничего в нее покупать, скажем так. То есть спальня, шкафы. То есть она небольшая, но такая вот, знаете, муличная, так можно сказать. Итак, вот когда я зашла в нее, вот эта вот мебель, да, для отпуска. Сейчас мы ориентируемся на отпуск, поэтому смотрите, как это бы выглядело, если бы вы приехали отдыхать. Американская кухня, то есть со встроенной микроволновой печью, небольшая плиточка двухкомфортная. И посмотрите, какой шикарный вид. То есть вид в данном случае решает многое. Мы часто говорим о том, где покупать квартиру, что должно быть рядом, то есть чтобы она приносила хороший доход. Но я прям вижу эту квартиру на Airbnb, я вижу, как она бы шикарно выглядела. Вот такая вот история с этой квартирой. Стоимость этой квартиры 120 тысяч евро, как и следующий, которую мы будем смотреть. Но она великолепна. Это мое мнение, может быть оно субъективно. Жду вашего, ваши реакции на эту квартиру. А это моя страничка на Airbnb, для того, чтобы вы видели, что я действительно сдаю эти квартиры, что они у меня есть. Кстати, под видео есть ссылка, если вы соберетесь на Коста Дульсоль, добро пожаловать, обращайтесь, всегда вам помогу с арендой. То есть квартиры разные. Так вот, смотрите, вот эта вот последняя, видите, у нее выключен показ, потому что она выставлена, эта квартира на продажу. Кстати, мы также много говорили по этой квартире в ближайших видео. То есть это та квартира, на примере которой я говорила, как управлять обслуживающим персоналом. То есть я вам ее не показывала вот в таком виде, вот в таком формате, но она именно конкретно, вот вмещает 4 человека. Правда, здесь две спальни относительно, про предыдущие квартиры, да, стоимость одинаковая, но количество спален разное. Квартира небольшая, то есть она небольшая, есть салон, есть совершенно маленькая-маленькая такая вот кухня, да, за американской стойкой, маленький туалет и две спальни. То есть две спальни – это хорошо. Место расположения у нее прекрасное, это 3 минуты пешком от пляжа. И в эту квартиру было вложено, да, достаточно, скажем так, усилий, чтобы она начала работать как арендная квартира, но опять же есть по ней ролик, хотя немножко не тому посвящен. Также стоимость этой квартиры – вот 120 тысяч евро, но вида никакого, вида нет, то есть она находится в узкой переулочке, да, в самом городе. И если говорить о финансовой логике, о том, что мы с этой квартиры получили конкретно в этом году, я вам сейчас вот прям покажу. Вот так она выглядит, эта квартира на Airbnb, потрясающая квартира в пентименту ходьбы от пляжа, она очень светлая, две спальни, одна ванна. Цена покупки – 120 тысяч евро и продажа в том числе, и результат 2017 года – 1245 евро в среднем в месяц. То есть это получается где-то 9% годовых. Вот такая у нас история получилась с этими квартирами. Опять же, ребят, хочу вас успокоить, скажем так, эти квартиры стоят на продажу. Если у вас есть какие-то по ним вопросы, пишите, звоните. Моя задача – показать вам, как работает рынок, то есть, да, как нужно выбирать квартиры правильно, как нужно к ним относиться, да, то есть, как нужно просчитывать будущие ваши доходы. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok